На территории выставочного центра «Казанская ярмарка» проходит 17-я специализированная выставка образования и карьера. Здесь будущие абитуриенты общаются с представителями различных вузов России, узнают наиболее актуальную информацию о правилах поступления и получают консультацию по всем интересующим вопросам. Сотрудники Казанского федерального продемонстрировали школьникам оборудование и инструменты, которые находятся в Институте фундаментальной медицины и биологии. Это у нас симулятор эндоскопической хирургии, которая уже внедрена где-то в последние пяти лет у нашей республики, в России. С помощью него студенты могут пройти обучение по эндоскопической хирургии. Она практически бескромная, потом после операции там не остается никаких швов. Оно непосредственно дешевле будет пациенту, если будет необходимость данной операции для него. Ведущие учебные заведения старались презентовать свои стенды как можно ярче и интереснее, а некоторые даже использовали виртуальные технологии. Представители учебных заведений рассказали о вузах, познакомили абитуриентов с факультетами, специальностями, а также описали специфику будущей профессии. А кто-то не только рассказал о востребованных профессиях, но и показал все на практике. Здесь школьники примерили на себя профессию телеведущего, инженера, спасателя, повара и других. У нас здесь представлено 9 площадок, это все 9 профессий, которые будут востребованы в будущем, которые входят в топ-25 профессий будущего. Чтобы не просто ребята, учащиеся до выпускных классов, ознакомились с профессией, но они на практике попробовали себя и узнали, что же из себя представляет такая профессия. Всего за 30 минут времени школьники узнали, как работать на камеру, собирать красивые букеты, печь блины и многое другое. На выставке особо интересующейся звездной тематикой могли рассмотреть созвездия малой и большой медведицы пояса Ориона и многого другого. Многолетняя выставка образования и карьера стала традиционным полезным мероприятием. Она помогает определиться школьникам с выбором будущей профессии. Анна Глазунова, Леонардо Валитяров, Универньюз.